здравствуйте друзья я немножко тут поменял положение камеры вы меня может быть в каком-то другом ракурсе видите нежели обычно ну попробуем так правда во всяком случае какое-то разнообразие что у нас с утречка с утречка пишут что посольство соединенных штатов в москве на своем сайте разместила информацию что начиная с 1 сентября сейчас у них будет такой как бы перерыв немножко они не будут выдавать не иммиграционные визы туристическими вот а с 1 сентября возобновят но только в москве раз и задержки более существенные то есть это может быть там и полгода такого плана пишет что не иммиграционные тоже наверное иммиграционные тоже наверное будет задержка но еще неизвестно дело в том что распоряжение которое получило посольство сша было начиная с 1 сентября до сократить вот там значительное количество сотрудника там 60 процентов сотрудник ну и соответственно вот такое дело госдеп в свое время когда вот это все произошло госдеп сказал что они господин тилерсон госсекретарь он сказал что мы изучим этот вопрос как ответить значит на то что произошло потому что то что произошло по-своему беспрецедентно потому что ну сократили тут 5 сократили там 5 то есть вот сколько я себя помню начиная с советских времен а вот ну скажем 50 лет последние вот так и было тут 5 там 5 здесь 10 там 10 с англии там с сша там ну неважно с кем отношения портятся вот такие такие вещи забыли в данном случае дип миссию сша сократили ну им предложили чтоб 35 человек уехали это где-то ну 7 процентов да если там часах 455 а было плюс 35 было там 490 до 35 от 490 вот 7 процентов а тут сразу на 60 и безусловно это не является общепринятым как бы эквивалентным ответом как бы равновесным это является как бы вызовом но если так по простому вот плюнули трампа в рожу чтобы посмотреть утрется он или не утрется это интересно потому что одно дело он там петушиться а вот как он реально отреагирует мы посмотрим но и вот телерсон сказал мы разберемся как вот дальше с этим быть вот ну а пока что процесс идет я думаю там очень много факторов участвуют в решении того как как поступить вряд ли вряд ли они сделают вид что ничего вообще не произошло то есть я я бы я бы очень удивился еще раз я не дипломат не эксперт в этих делах там и так далее но как бы когда тебе публично как бы плюют в рожу то как бы сказать ну или ты великая держава или ты вот я не знаю чего там в общем надо разбираться пусть пусть разбираются они великая держава в смысле они за нее в ответе вот пусть они значит там и отвечают пишут что количество туристов не иммиграционных потоков там по бизнесу в туризме небольшое очень и она снижается и в силу того что рубль там цене упал и в силу обострения отношений так как прохладно и соединенные штаты находятся на 25 месте среди дистиной шансов скобы куда люди едут за пределами бывших стран бывшего ссср понимаете да то есть еще и другие страны и такие как белоруссия но во всяком случае вот если брать запрет делами бывшего ссср то там на 25 месте там буквально там эти очень маленькие количество и мол не бигдил это конечно но те люди которые хотели поехать да вот у них для них могут это бигдил другой стороны визу не дают там на на одну поездку визу дают на какой-то срок значит в конце концов можно заранее спланировать другое дело что ехать скажем из владивостока в москву за визой это целое приключение владивосток как крайняя точка а так в принципе если раньше так консулаты были его в владивостоке и в екатеринбурге по моему да и в питере вот что сейчас как бы геморрою больше если так правильное слово понимать будет но я думаю что вот эта категория которые по америкам ездят это как бы последняя категория населения хорошие отношения которые важно для власти вот этих как раз не жалко совсем вот пусть едут куда там можно вот пусть туда едут в гонконг или там куда в таиланд а тут нифига вот так что я думаю там переживаний никаких нет значит существенно только то какие будут ответные меры там поскольку российская федерация тоже грозится какими-то ответными мерами ах вы у нас тут сокращаете вот мы сейчас глядишь там и вам тоже сократим я лично ну как сказать не стану переживать если допустим получить российскую визу будет сложнее я туда сам не езжу есть страны там если погулять куда-то ну в конце концов вот с украины вообще безвизовый режим он туда поехал что касается там бывших граждан там детей может быть они и не бывшие у них не должен быть ну наверное есть российский паспорт они могут за ним обратиться прямо тут если у кого нету допустим это меня нету но мне не нужно для этого никуда ехать то есть я мог бы пойти на этот попросить я не знаю было одно время было давать такой закон чтобы не давать как бы лишать лишили гражданство как бы и возможности его получить обратно но потом вроде признали не конституционным что такое было как переписка на эту тему на форумах я сейчас не я не вникал сильно поскольку мне интереса нет и идти там если ты родился там и как бы был гражданином может пойти вернуть обратно свой паспорт и те дадут его не знаю вот 8 даже на таких как я это не повлияет никак практически поэтому да пострадают конечно пострадают те кто ну хотел бы поехать у них еще нет визы я не знаю как то будет с продлениями да это можно еще продлять не знаю вроде пишут что можно обращаться в посольство других стран то есть может быть день там в минске но я не знаю минске мне кажется своя очередь бездорога так конечно чем неудобно ну что сказать неудобно вот так вот посмотрим посмотрим я думаю самое интересное что дальше будет вот это как бы так она только начинается какая-то раскрутка это первые такие шашки охлаждения в американской прессе пишут вот когда произошла высылка американских дипломатов когда объявили что они должны покинуть американской прессе писали что на это сказалось сильно встреча путина с трампом они довольно много времени вместе провели в гамбурге когда двадцатка собиралась вот и у них там было несколько встреч в течение двух часов они беседовали в присутствии лаврова с одной стороны но потом там была встреча где они в присутствии переводчика переводчик был с российской стороны и вот они в течение часа с путиным беседу глазу на глаз вообще никто не знает о чем и так далее я думаю что они как бы прояснили очень многие вещи друг другу и пишут что пишут пишут что путин понял что трамп повязан конгрессом что он реально не но реально повязан вот он не может вот это может и хотел бы но не может этого не может того не может но он еще и не хочет и ему все эти вот инвестигейшн он как бы под подозрением вот надо на копейку сделаешь чего там на рубль отвечать и и вот он пишут что вот поняв вот этого сказал ну хрен с ним с трампом и значит будем как-то по другому решать те задачи которые перед нами стоят поэтому начнут высылаем всех посылаем и как бы в общем нет нет больше интереса нет тех надежд нет не оправдались короче бывает бывает вот так что я думаю что вот в свете вот этого всего надо будет просто посматривать я собственно только я старше посмотрю на в дальнейшее развитие и в охлаждение отношений то есть утепляться им там совершенно не с чего сегодня трамп кстати должен сегодня трамп должен выступать по поводу изменения политики в афганистане и в целом там в азии вот что он там скажет мы не знаем но всегда когда речь заходит о таких вот как бы сложных ситуациях там вот таких как афганистан например и даже сирия то без кооперации как бы с другими но прямыми или куб косвенными участниками там не только конфликту но вообще как на международной арене основными игроками сложнее намного нам намного сложнее не то что уж совсем невозможно сложнее потом мы не знаем что они там задумали там сейчас где-то тысяч восемь девять американских военнослужащих находятся обама очень хотел вывести но так не получилось нет не то что вот он там продаем реально не получилось при всем при том что дико хотели вывезти сложно вот ну посмотрим там конечно политически это надо решение искать в военном военного смысле там безнадёга полная но вот как они там управиться а как а кому управляться кто вообще понимает кто кого слушает в общем такая вот такая примерно ситуация у нас а в остальном у нас сегодня затмение у меня такое ощущение что где-то уже затмило я помню когда выходил из дома писали что море гони уже поехала поехала там солнышко подъедать я не могу сказать почему в смысле какая связь чист такая физическая но пишет что вот и вот это затмение она как-то скажется давно производство электроэнергии там на цены и там еще на что-то мне это так странно ну там несколько минут там солнышко не будет и что в этой и что должно быть вот я неоднократно вытыкался на то что как-то вот это влияет на сильно сильно влияет на компании производящие электроэнергию поди знаю продать у нас говорят тоже можно будет наблюдать ну так по чуть-чуть вообще какая-то знаете паранойя с этим затмением пишут со всех сторон вот уже недели две просто каждый день пишут очки продают большой бизнес по продаже очков а только это вот как бы как бы у тебя не ослепнуть глядя на это дело такой риск вот но и я не знаю как-то настолько я не не впечатлен и не не взволнован ну затмение то есть наверное это редкое явление конечно я понимаю если бы солнце вставал за просвет был там раз не знаю в сто лет наверное это было бы большим событием все выходили смотреть рассвет ждали бы его там готовились места занимали вот просто поток поскольку затмение бывает редко может из-за этого наверное знаю туда ну я как может я не понимаю чем мне этот знакомые из москвы пишут миша ты там наверное полетишь там какие-то есть места там откуда лучше смотреть где ты наверно туда полетишь будешь смотреть я бы так у нас отсюда видно нет говорят ты не понимаешь полное затмение это не то что частично это нужно видеть полно вот я думаю как будет значит так мы посмотрим день там на видео знаете люди пишут со всеми про туберанцами там со всеми делами я туда напоследок расскажу вам анекдот не связаны не напрямую про затмение но так как бы ситуационно муж с женой сидят в ну где-то пусть будет консерватория симфонический оркестр играет очень хорошо сидят женой дирижер там вовсю там народ балдеет и жена ему говорит мужу битховен может быть но повернется посмотрим правильно вот так что тега землетрясение это смысле и взвержение нет затмение солнечное посмотрим про нас вообще все заснимать все посмотрим с той стороны с этой стороны еще с какой стороны со всех сторон посмотрим такая вот история ладно друзья счастлива и я надеюсь что ракурс нам удался но не уверен точно все-таки камера сейчас повыше чем обычно у меня была потому что мне не немножко напрягала она меня как-то вот так снимала и я как бы вот так стоял у меня на дешборде а сейчас повыше так сантиметров на 5 на 7 может быть вот так что я надеюсь что как-то я в таком более благоприятного ракурсе все друзья счастливо и до новых встреч